После того, как мы установили и запустили этот редактор, давайте сделаем еще одну маленькую вещь, чтобы дальше мы могли его настраивать и сразу видеть, как эти настройки влияют на верстку. Поэтому сейчас я предлагаю создать еще два файла HTML и CSS и прямо сейчас пройдите в папочку, в которой вы изучаете данный видеокурс и создайте в ней каталог, допустим, с названием «Тест». То есть здесь мы разместим свой маленький, прям маленький тестовый сайтик, сугубо для того, чтобы видеть, как может Sublime Text облегчать жизнь верстальщику. Итак, зайдем в этот каталог и давайте мы откроем наш редактор и первым делом создадим файл новый. Итак, выбираем файл, здесь выбираем new file, это n плюс n, видим, можно нажать, быстро комбинация. У нас создался новый файлик и здесь идем в краешек, вот сюда, и выбираем тип файла HTML. Вот так вот. Отлично. Теперь что мы делаем? Давайте мы его сразу и сохраним. File save with encoding.utf8. Видим, да? Отлично. Так, идете в папочку, которую вы создали специально для того, чтобы делать этот сайт, тестовую папочку. И здесь просто вводим имя файла. Index. Все. Жмем сохранить и у нас появился файлик index.html. То же самое давайте сейчас сделаем с CSS файлом. Давайте я уже нажму горячую комбинацию, ktml плюс n. У нас появляется еще один файлик. Здесь выбираем тип CSS. И опять-таки жмем файл save with encoding.utf8. То есть сохраняем в кодировке utf8. И здесь жмем просто style.css. Сохраняем. И получаем два пустых файла. Итак, давайте мы их немножечко заполним. Сразу показываю одну хитрость под названием сниппеты. А в конце видеокурса мы на этом задержимся. Но сейчас просто повторяйте за мной. Итак, нажимаем ht, точнее вводим html и нажимаем клавишу tab. И получается вот такая вот, так сказать, базовая заготовка. И здесь в тайтле давайте сразу напишем тестовая страница. Отлично. И здесь нажимаем клавишу enter и клавишу tab. Перемещаем курсор. И здесь пропишем кодировку. Не забывайте, что мы сохраняли в кодировке utf8. Поэтому здесь просто прописываем meta. Char set равняется. И пишем utf defis8. Отлично. И здесь сразу же давайте пропишем link. Обратите внимание, что здесь иногда показываются всплывающие подсказки. Если у вас она вдруг пропала или что, а вы хотите ее заново получить, ставите курсор на место и нажимаете ktml и плюс пробел. И получаете снова эту подсказку. Выбираете нужную. Нам нужна сейчас link. И нажимаете клавишу enter. И получаем link rel stilesheet. Давайте type.css.txt мы уберем пока что. И здесь href пропишем название нашего файла стилей. Так как он находится в одной папочке с файлом index.html, то это более чем нам подходит. Итак, пишем stile.css. И теперь давайте тут еще напишем, ну что мы тут напишем, первый наш текст. Давайте. Так, h1, вот он высветился там. И здесь укажем, так, обычный заголовок. Заголовок. Вот так. Так, только здесь нажмем опять-таки tab, чтобы это переместить. Все, сохраняем это дело. И давайте откроем страничку. В браузере видим. То есть вот она есть, нормально читается, значит кодировку прописали нормально. Дальше идем. Заходим в файл стилей и проверяем, прикреплен он к нашему индексу html или нет. Поэтому здесь давайте просто сделаем обычное действие. Так, пропишем body и для него зададим стиль, например, задний фон, решетка, е-е-е. Такой светлой серии будет фон. Сохраняем это дело. Идем назад в браузер, обновляем страницу и видим. То есть все, файл стилей прикреплен, индексный файл у нас есть, значит сейчас мы можем продолжать работать дальше с нашим редактором.